Книга «Открытым оком». Тема священства, том 8, вопрос 2167. Есть ли надежда, что епископы поймут необходимость пробуждения, что наконец-то и они начнут содействовать просвещению народа? Есть ли у вас известие, что хотя бы один из них начал меняться в лучшую сторону, ревновать об истине? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. В этом случае приходится говорить уже как о чрезвычайном чуде из чудес, просто из области мифотворчества и фантастики. Но мне и такое пришлось в жизни испытать. Вот как дело развивалось. Предлагаю вам ознакомиться только с одним письмом моим к архиерею, как раз к нашему, который и ныне здравствует и уже по-другому мыслит, чем 7 лет тому назад. Мы очень благодарны Господу, что наш архиерей поддерживает наши начинания по просвещению, не отбрасывает в отвал наши книги. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам, Преосвященнейший Владыка Евтихий. Получил только что ваше письмо по поводу статьи моей о слове, от церковно-славянского к великорусскому языку. Статью эту о слове я написал, будучи в краевой больнице. И прежде чем сдать ее в набор, сказал обо всем том, о чем вы и пишете, что будет такая именно реакция кое от кого. И при том с последствиями вплоть до того, что вы и изрекаете. А Иоанн Златоуст говорит, что напасть беда переносится легче, если заранее к тому готовишься и приход несчастья не постигнет внезапно нас. Когда я был в Америке, то не раз говорил митрополиту Виталию, чтобы вы были поставлены епископом по Сибири, то есть у нас. Не скрою, что всю жизнь терпя преследования от епископов, имею уже опыт их работы и видел, что самое важное, что они могут делать это то, могут делать то это, двоеточие. Разрушать, отлучать, в кавычках, спасая церковь, освобождая ее от, в кавычках, смутьянов, от всего, что не вмещается в прокрустого ложа их безрадостного утробного бытия. Осечь, не пущать, отлучить. И вот только на днях я имел трехчасовую беседу в больнице в кардиологическом центре со старообрядческим епископом по Сибири Сулуяном Килиным, где он лежал. Он так же, как и вы, твердейший за церковно-славянский язык. Перевод Синодальной Библии, по его словам, еретический есть, и все творения святых отцов, что перевели Никоньяне, все еретическое. И что, где по заказу Никона и Алексея Михайловича, масоны исказили все, сокрыв истину. Для него все святые после 1966 года. Серафим Саровский, Анн Кронштадтский, Игнатий Беренчанинов, Феофан Затворник, царь Николай II, Оптинские старцы, Иннокентий и все-все это еретики. И что они, где в аду ныне, так они и учат свою паству. К ним перешел из новообрядцев архимандрит Михаил Семенов, ставший у них епископом канадским. Его они ныне в печати своей именуют апостолом XX века. Но при его жизни они убивали его, о чем подробнейше и написано в их журнале «Старообрядческая мысль» за 1914 год. И загубили они его, доведя до умопомешательства, и погиб он телесно в 49 лет, а был экстраординарным профессором Санкт-Петербургской академии в 24 года. Старообрядцы не могли простить ему его неординарность, что он посмел не только встать наряду с ними, но и далеко вперед их шагнуть. Разве здесь не кричит невежество, необразованность закоснилась ревнителей застоя? И еще. Он не требовал от переходящих от синодальной церкви перемены обрядов троеперстия на двуперстия. А вот уж этого-то ему ни их глава церкви архиепископ Иоанн, ни тогдашняя верхушка простить не могли. О том писали Зенин и другие его сторонники епископа Михаила. И еще в синодии здесь я не только про себя говорил. Часто мы просим у Бога не того, а на свою же грешную голову. А я ведь ходатайствовал о вас, чтобы вас рукоположили епископом для Сибири, то есть и для нас. В этом плане могу сказать. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Захария 13.6 Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. 2 Коринфянам 12.15 Вы сразу же загрозились написать против меня, митрополиту Виталию, в синод, якобы чуть ли не от ереси какой спасаете кого-то. 3 Коринфянам 13.6 Зачем же так? Есть такая поговорка. Старого быка чем больше бьют, тем шкура толще у него. Так и со мной. Как у деда щукаря, где бы какой бык ни бегал, собака ли, она обязательно на меня наткнется, порвет мне гачи. Кто только не пахал на моей спине прокуратура, милиция, КГБ, суды, тюрьмы, лагерь, патриархия, сектанты и прочее, прочее. Правда, все заразные, как будто бы во мне найден корень зла. Иов 19.28 Сколько отлучали меня разные митрополиты, гидеоны, но потом реабилитировали в сущем сане. А ведь каждый раз мог бы сказать, да делов-то, да не держусь я за свое место. Но всякий раз пред всеми остановился на колени и просил прощения. Стою я и перед вами, простите, если оскорбил вас. Почему бы вам, хотя не предположить, что если моя ревность оттолкнула меня от вас, как отревнителя церковно-славянского языка, то почему бы, хотя на равных, вам не заговорить со мною, пока я еще не епископ и не митрополит? Почему бы вам точно так же не написать некий трактат, хотя бы такого же объема, как материал мой о слове, с такими же ссылками на Библию, на каноны, на святых отцов церкви, что вот нужно именно на непонятном языке вести службы, читать Слово Божие в храме, по имени Псалтирь, Евангелие, Апостола. Но этого-то и нет, а есть только окрик и тяжкая угроза, притом с первого же прочтения с листа. И при том, что ни в служении, нигде вообще я еще не сделал ни шага, чтобы было так, как я говорю, а только лишь молюсь о том пред Богом. И это вы возводите в такую смертельную вину мне, что меня и общину, даже две общины отца и Акима, готовы пустить сразу же под топор гнева епископского, сразу, навечно. Да полно же. Прикиньте, что написал против патриарха и всей московской патриархии один только отец Глеб Якунин. И клички их КГБшные опубликовал, и что написал отец Георгий Эдельнштейн. Не думаю, чтобы не сравнили реакцию МП на их брошюры и публикации, как и на труды Зои Крахмальниковой. И однако там все еще их терпят. А тут даже и сравнивать нельзя, ибо ваша взрывная реакция на одну лишь публикацию, не задевающую лично вас никак и вообще лишь против непонятности в богослужении, и вы сразу же требуете моего отречения, как у Галилея, и угрозы. И тут я мог бы сказать, с сегодняшнего дня я и буду стоять за порогом соглашенными, ежели моему дорогому епископу я так не угоден. Но не скажу я этого, но буду смиренно ожидать вашего благоразумного решения, приезда. А вы сразу же и от евхаристического общения отреклись с нами. Думаю, что может статься, что митрополит выслушает тебя и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя. Сирахова, 19.9 Старобрядцы ругают 300 лет Никона за его жестокость. Хвалят же о вакуума протопопа, который говорил царю Алексею Михайловичу. Ты мне, Михалыч, дай власть. Я из них Никоньян сок выжму, я их всех перепластаю. Просто Бог не дал о вакууму власти, а то бы еще и похлеще Никона завернул. У меня много брошюр отца Александра Миллианта, где все написано на два столбца. И канон Рождеству, и другие каноны, и Акафис на славянском и на русском. И там ведь нет такого дикого, фанатического, иступленного презрения к русскому языку, как сегодня у старобрядцев. Нет этого. Как просто отлучать научились. Отлучили и запретили ни одного архиепископа Лазаря, и епископа Валентина. Но отцу Виктору Потапову попало, и епископу Илариону досталось. С такой легкостью пошли в кавычках памяти Варнавы, Стеняевы, Аверьяновы. И как будто ничему уже и после этого не научились. Простите. С такой легкостью пошли к памяти Варнавы, Стеняевы, Аверьяновы. И как будто ничему уже и после этого не научились. Но махом, одним рощерком пера, десятки душ без окормления готовы оставить за статью, за частное мнение одного негодного человека. Что это? Не оттуда ли, где Янгус горел? Когда Орлова Татьяна, дочь Никиты Феоктистовича, завезла меня в Лос-Анджелес к отцу Александру Мелианту, то только заодно это Орлов, ее отец и архиепископ Антоний Лос-Анджелеский буквально и стоптали меня в ногах своих. Я видел это там у них ни день, ни два. Видел, что хороши им только те, кто против МП безоглядно. У Мелианта же много больше народу, чем у архиерея Антония, которого священник Мелиант и не поминает на богослужении, как своего правящего архиерея. Поиск врагов вовне, красных и белых, притом без причины, но за так, по привычке, во вред себе. А вина-то Мелианта всего-то и состояла в том, что принял якобы из МП священника, мирно беседовал с ним. А Орлов даже устроил драку там физическую и тем немало похвалялся мне. А теперь читаю, как гнали архиепископа Иоанна Шанхайского, Максимовича, иные. И этот же Антоний Лос-Анджелеский, а теперь этот же Антоний, вынужден канонизировать Ганимова им же некогда. Вот они, гробницы мертвым пророкам. А ведь с первой встречи просили вас, ладыка, не воевать против нас, не убивать нас. То, что вы защищаете непонятное слушание в храме, это меня страшно огорчает, но не разделяет с вами. «Вы вмещаетесь в мое сердце. Я же, хотя пребываю на служении на церковно-славянском языке, а только мыслю не по-вашему. И уже одно это сделало меня невместимым в вас». Отчего же так? Разве вы больше меня любите, русский народ? Не думаю. Когда здесь молодому священнику, иным 17 лет от роду, показали нашу статью о крещении, то он в ответ изрек, что мог бы и лучше, и такое же написать из этих же книг на дергать выдержек, но с другим смыслом. «Узнав это, я сказал, пока я еще не знаю, кто такой этот отец Сергий Фессун, а вот когда он докажет то, что обещал, тогда познаю, что он антихрист». «Когда же ему это передали, то он сразу же и ответил, а я и не читал этот материал о крещении». «Так-то. Вы даже не попытались, слово хотя сказать, на выдержку из Феофана Задворника и на решение собора 1917-18 годов о русском языке. Но вы рассыпались страшной бранью, написав «Беспросветная, бессовестная клевета, вы решили уйти, громко хлопнув дверью, по обращению ума, прогрессирующая мало-помалу прелесть бесовская с гордыней, с самоуверенностью питаемая». Дорогой мой, да разве вы не знаете, что большая часть священников погибает, и что Серафим Саровский сказал о вас? «Отчего же не прилагаете к себе ни слова? Так ли любите себя, как меня?» Вы изрекли в этом последнем вашем письме «Не могу оставить без последствий столь грубого вашего проступка агрессивности и лжи». Предполагаю принять такие меры. Первое. Запрещение публикации без церковной цензуры. Просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи. Если же такового не будет, то... Второе. Запрет катехизаторской деятельности. Третье. Публикация моего ответа и этот призыв вас к покаянию. Если же вновь будете упорствовать, то и отлучение от церкви. Епископ Евтихий. Этим и заканчивайте свое письмо, полученное мною 11 сентября 1995 года. Отвечаю по пунктам. Буду только рад и всегда ищу церковной цензуры. О покаянии? Каким чином? И что нужно будет говорить конкретно, чтобы покаяние было сознанием, с доказательством от вас, что я не прав? А иначе какое же это покаяние, если вы не доказали моей вины, а я не чувствую, что земля вертится, шевелится под солнцем? Укажите на конкретные выражения... Так, простите. А я не чувствую, что земля вертится, шевелится под солнцем. Укажите на конкретные выражения, предложения, фразы, чтобы я мог защищаться, а не так, как Кирилл пред немецкими епископами стоял, и они осудили его, будучи сами приверженцами трехязыковой ереси. Данная статья мною написана под впечатлением того, что я вижу ежедневно в храмах Московской Патриархии, а в храмах РПЦЗ я не вижу ничего, ибо их тут нет. Зачем же подсуседиваться к чужому обвинению? Когда я вел занятия в местных школах, институтах, то местный благочинный подсматривал за мною и написали против меня статью. Кто же такой Игнатий Лапкин в Краевой газете? Делали упор на то, что я деговорил об их связях с безбожной властью. Они говорили, что мирянину не дозволено о Христе говорить, что я не православный дед. Дошло дело до суда, и тут уж они сделали все, чтобы я забрал из суда заявление на их клеветы. По пункту 2. Я веду занятия в тюрьме. Это моя работа. В университете этой работой я не задеваю никого. Это не катехизаторская работа в церкви. Церковной катехизаторской работой я и не занимаюсь. Так что и запрещать нечего. Отлучение же крайне нежелательно ни мне, ни вам, ибо оно будет предлецом Христовым и не в углу совершаться. А если же таковое совершится, то приму как дар Божий и буду плакать у дверей извне. Но, Римлянам 8.35 Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Когда уже прошло столько времени, и от вас не было ответа, я совсем недавно только подумал и сказал. Значит, не достигла цели моя статья. Но вот с разных сторон зашевелились тени, погоны и рясы, и пошли письма. Ага. Значит, статья живая, ей дают жизнь. Слава Богу. Отлучение от церкви даже для таких светил, как Златоуст, принесло скорбь многим его друзьям. Так и ныне здесь. Но и это можно перенести из великой любви к погибающим овцам России. Перенесем и это. Метрополита мы все любим. И какие бы меры прещения не исходили от вас, мы всегда будем называть вас к себе и любить вас. Своим письмом вы меня несказанно обрадовали, ибо хотя и ревнуете, вы не по рассуждению, но статья-то моя живая. И придет время, когда эту статью будут искать. Служение у нас идет на церковно-славянском языке. В богослужение я никак не вмешиваюсь. А за людей, которые приходят через проповедь из погибающего мира, я несу пред Богом ответственность. Светельствовать миру о любви Божией, приводить сектантов в церковь, кто может это запретить? В нашей общине я несу еще служение староста и попечитель. И за каждую выборную должность я держусь, никому не уступлю без боя. Но ваше слово для меня закон, и я сию же минуту подчинюсь и отойду в сторону. Евреям 13.13 Выйдем к нему застан, нося его поруганья. В моем письме лежит и копия другого письма от отца Иакима на ваш вопрос. Попутно, если это можно, хотя бы на ваш запрос. Попутно, если это можно, хотя бы несколько выдержек из вашего письма прочтем. Прошу вас, отец Иаким, прислать мне ответ. Со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны? Потрудитесь дать анализ статьи. У меня есть письмо Игнатия Тихоновича, где он пишет, что на все действия берет ваше благословение. Если не примете мер к исправлению последствий статьи, то я вынужден буду отмежеваться от вас, то есть от этой самой статьи. Я вынужден буду пойти на самые крутые меры вплоть до запрещения священнослужений. Уже сейчас, пока я не получу ответа на свои письма, я отказываюсь служить на ваших приходах в Барнауле и в Потеряевке. Повторяю, что отец Иаким к статье никакого отношения не имеет, ни к составлению ее, ни к благословению, ни к одной. Говорите о последствиях от этой статьи. А вот этого-то и нет нигде. Нигде. Все остается так же, как и было при вас и без вас. Это лишь подборка материала. Ни на служении, ни на молитвах это никак и никоим образом не отражается и не могло отразиться. И отрекаться, давать анализ не своей статьи, да разве до этого доходили гонители Солженицына, когда... Да разве до такого доходили гонители Солженицына, когда заставляли отрекаться от архипелага ГУЛАГа? Если же митрополит примет решение, хотя заочно вроде бы это не должно делать, то это будет на чьей совести и кому на руку. А в душе-то митрополит любит Россию, и я ее люблю. И потому как бы незримое благословение нашего архипастыря всегда было со мной и будет всегда. Хотя внешне его могут ввести в заблуждение, что было и не так давно. Мартин Лютер писал римскому папе, что хотя ты, папа, и злишься на меня сейчас, но когда я умру, только тогда ты поймешь, как тебе не будет хватать меня. И раз требуете от отца Иакима ответа срочно, то ясно, что вы преувеличили мнимые последствия статьи. Вам нужно будет помнить слова премудрого Соломона. Шестая глава, пятой-восьмой стихи. Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание. А мне уж думается, что не искали ли вы благовидные причины, чтобы только избавиться от нас, не вмещающихся в обычные представления о верующих. Это видно было и в письме вашем о том, неуютном своем состоянии у нас, о вашем пребывании здесь писали открытым текстом. А причина-то ясная. Премудрость Соломона 2.15 Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличные пути его. И вот представился благовидный случай расправиться с нашей общиной. Поверьте мне, дорогой наш архипастырь, что я ваше сегодняшнее письмо буквально цитировал еще месяц назад, зная вашу реакцию. Думаю, что вы просто не пободрствовали. Скрыть общины, уничтожить, стереть нас в порошок можно, но суть-то дела от этого не меняется. Народ-то во тьме так и остается, а Россия во мгле гибнет. И в конце вы пишете, что не за себя ревнуете, но за церковь. За верных обязаны болеть. Но мне разве не дорога эта церковь? Римлянам 1.14 Я должен и елленам, и варварам, мудрецам и невеждам. 1 Коринфянам 9.22 Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Только потом, когда этих обвинений за эту статью о слове окажется уже недостаточно, чтобы распять меня, то чтобы не искали еще двух лжесвидетелей, чтобы делу придать видимость, законность суда, а не бессудного в расправе. Есть такое выражение Кампанеллы, кажется. Пытка вопрошала, а боль отвечала. Родить и воспитать легко ли? Убить? Щелчок, пулька в 9 грамм и никогда не оживить. Так и родить, обратить, привести из мира труд титанический. А отлучить, запретить, тут иногда достаточно такому епископу, как Феодосий Омский, как рассказывают священники его просто самодурство. А Гедеону хватало звонка полномоченного. И когда они разрушали от страха, это был один грех. Но когда ныне никто не жучит, не жжет епископа, а он делает это не менее ревностно, это уже совсем иное. И исход иной будет для него. Тут тоже есть о чем подумать. Столько дней бредут, света истинного не видят. Сколько людей бредут, света истинного не видят. Многие так никогда и не покаются. Сколько же нужно труда. Сектанты задушили город и страну. А тут наше шевеление о том, стоит ли давать русским людям свет Евангелия. Боже мой, да что же это с нами сделалось? Да куда мы завалились? И страшно сказать, кто более всего воюет против русского языка. Прошли годы, и кто знает ныне гонителей Иеронима Стридонского? А он называл гонителей священников антихристами. Дорогой владыка, вам придется все же готовить катехизаторов, а не запрещать. И не под спудом держать светильники. Живая вода, она и из-под каменных плит пробьется. Не замуровать. Если уж за 73 года геноцида устояла церковь, то надо радоваться. 11 сентября 1995 год. Игнатий. Прошло 8 лет с тех времен. За это время в русской православной церкви за границей произошло несколько расколов. Многое поменялось. Когда-то нашего епископа заносило на сторону далеко от нас. Но вот теперь все его прихлебатели сдвинулись в никуда. Он сам теперь сторонник того, чтобы люди понимали читанное. И сам он в канон, читаемый над усопшим, внес более понятные слова русские. Это слабенькое приближение к полному переходу на родной великорусский язык. Но все же. Приехал к ним в Ишим мой брат священник Иоаким. И видит, что архиерея читает канон, а служители сидят и между собой разговаривают. Оказывается, что это они так выказывают свое несогласие с архиереем в кавычках еретичествующим. Протест проявляют и не хотят по-русски даже молиться с ним. Теперь уже он в той роли какую некогда нам отводил. Только и подивишься долготерпению Божию и милости его вразумляющей нас окаянных. И кто более всего против меня наседал, как Михаил Афанасьевич Буряков, ставший даже диаконом при посредстве этого же Евтихи, он со своими Ермогенами даже жаловаться пытаются в Синод на своего любимого кормчего. А мы не можем нарадоваться на нашего епископа. Да сохранит его Господь, да поможет ему и дальше продвигаться в истине. Вот еще два письма верующих во Христа. Письмо митрополиту Лавру. Ваше Высокое Преосвященство благословите. Прошу любезно разъяснить вопрос и некоторое недоумение, которое возникло между мною и моим епископом, Преосвященным епископом Евтихием, и которое он не смог удовлетворительно разъяснить, благословив меня обратиться к вам, как к предстоятелю высшей церковной власти. Почти два месяца назад на совещании нашего духовенства я узнал, что трем по крайней мере приходам епархии разрешено совершать богослужения с употреблением современного русского языка. Это два прихода на Алтае, поселок Потеряевка и город Барнаул под окормлением протеерея и Акима Лапкина и в городе Красноярске и ромонахом Александром Лузиным. С недавних пор и сам епископ Евтихи стал проявлять недюжий интерес к переводческой деятельности, правя по своему усмотрению слишком в кавычках грубые или цитируемое слово непонятные слова на престольном Евангелии. Самый последний пример. Владыка Евтихи читает русифицированный заупокойный канон на отпевании. Как свидетельствует тысячелетняя история русского православия, никто кроме обновленцев, живцов не отважился на введение такого новшества, как изменение языка церкви. Недоумение вызывает и то обстоятельство, что сам владыка Евтихи в одном из своих указов несколько лет назад по этому же поводу с ответственностью утверждал, цитата, что переход даже отдельных приходов в епархии на употребление русского языка за богослужением неизбежно вызовет церковный раскол. Публиковано православный журнал «Возвращение» номер 4 Санкт-Петербург 1966 год страница 29 Неужели архиерейский сенот или собор зарубежных архипастерей за прошедшие годы принял постановление о замене церковно-славянского языка в качестве богослужебного современным русским по желанию отдельных настоятелей или даже прихожан. Высокопреосвященнейший владыка рассейте мою скорбь и темноту. Подтвердите пожалуйста, что означенного документа в природе не существует и своей твердой первоиераршей рукой приостановите соблазн распространяющий у нас в Сибири. С любовью о Господе и пожеланием доброго здравия на первосвятительской ниве законопослушный клирик Ишимско-сибирской епархии Богоявленского собора диакон Михаил Буряков. Тюменская область город Ишим первая западная семнадцать телефон восемь триста сорок пять пятьдесят один шестьдесят восемь семьдесят девять Ваше высокопреосвященство к сей скорби дьякона Михаила присоединяюсь и я сам Иерей Игорь Дубров и клирик Богоявленского собора и ремонах Иермоген Петров и ремонах Савва Богдан просим ваших святых молитв Ишим электронная почта ивар собака ишим точка ру 22 января 2003 год Досточтимый отец дьякон Михаил Буряков Ваше письмо посланное по электронной почте получил Вы пишите что преосвященный владыка Евтихий благословил Вам послать мне запрос по Вашему вопросу Некоторое время назад может быть в 2000 году или немного позднее или раньше преосвященный владыка Евтихий говорил нашим преосвященным что в потеряевке имеются тенденции вводить чтение на русском языке наши архипастери указывали что этого не должно быть таким образом это мне таким образом это не было разрешено как мне помнится я надеюсь что и владыка преосвященный Евтихий помнит это в связи с вашим сообщением мне думается что все вы пастыри и духовенство должны поддерживать своего аву преосвященного владыку епископа Евтихия и указать тем кто нарушает наше духовное единство что это неподобающее нарушение которого не должно быть в наших храмах на следующем заседании архиерейского синода я доложу нашим преосвященным об этом до хранит и благословит простите на следующем заседании архиерейского синода я доложу нашим преосвященным об этом до хранит и благословит вас Господь с любовью о Господе митрополит Лавр 23 января по старому стилю 5 февраля 2003 год так далее тут в непонятном языке синод Офбрифос Нью-Йорк Соединенные Штаты Америки в действительности же на наш запрос был ответ вот какой из синода от епископа Илариона от первого по старому стилю 14 марта 1996 года номер 1 дробь дробь 16 двоеточие кавычки открываются свое мнение по возникшему вопросу мы изложили вашему правящему архиерею преосвященному епископу Евтихию так как все действия на приходах должны быть согласованы с ним обращайтесь к нему еще раз за разъяснениями понятно что благодать которая на нашем архиерее она нисколько не ниже той благодати какая есть на других архиереях вплоть до патриарха и наш правящий архиерей сам ответственно знает разрешает нам читать тексты библии по переводу синодальному 1876 года на русском языке во время богослужения в наших храмах и сам при этом присутствует и ответственно видит что никакого раскола никакого соблазна нет ни для одной души от русского языка значит остальные кто пугает русским языком как жупел и как жупелом умерщвляет прихожан есть лжецы полновесные и безответственные лгут почему духа святого обмануть хотят значит когда давали нам ответ упирая все на нашего владыку Евтихия они уж точно знали что он такой же как и они и что он не даст просимое но когда он не по их мыслям устроил нашу просьбу то теперь что его уже не считать архиереем и его разрешение не считать действительным значит все же есть перемены в нашем епископе Евтихии благословен наш Господь который так устроил и расположил сердце его к такому благому и спасительному делу сделать понятным служение Богу и вот только что получил первый номер газеты христианин за октябрь 2003 года страница 2 Тюменская область город Ишин улица Коркинская 52 Телефон 34 551 2 37 67 Епископ Евтихий Кавычки открываются Поездка в Потеряевку Недавно епископ Евтихий вернулся с Алтая где посетил общину верующей в деревне Потеряевка Жизнь в этой деревне отличается тем что ее устав позволяет селиться там только православным трудолюбивым без вредных привычек людям глубокое знание Библии та основа на которой зиждется быт и вера потеряевцев когда-то деревня исчезла с лица земли и вновь возродилась благодаря двум братьям Лапкиным Иоакиму Тихоновичу и Игнатию Тихоновичу Протеерей Иоаким настоятель потеряевского свято-анфимовского прихода а Игнатий главный организатор и вдохновитель жизни потеряевцев Игнатий Тихонович широко известный не только у себя на Алтае но вообще в России и за границей проповедник в церковной иерархии он занимает первую ступень чтеца но несет на себе основной труд проповеди всю жизнь несмотря на преследование Игнатий изучал священное писание сам написал семь томов трудов по изучению слова Божия для меня общение с ним и его сподвижниками это заряд энергии в деле проповеди нашей веры рассказывает ладыка я сразу вижу недочеты в своей пастырской деятельности о чем они говорят мне прямо без обиняков такие поездки кавычки закрываются такие поездки епископ совершает регулярно посещая каждый свой приход как минимум один раз в год а всего их у него более двенадцати н богославская богословская а всего их у них более а всего их у него более двенадцати простите и кавычки простите а всего их у него этих поездок более двадцати н богословская решимость срочно лидеру нужна священнику епископу тем более в день покаяния идти против рожна львы прославляются не зайцы и не кролики где нет решимости за истину восстать зерно не прорастет и камень не поднимет трусливым боязливым не быть возле Христа не изменить апатию и климат будь ты епископ даже патриарх но если был крещен без погружения имей же мужество хотя в зачатке страх сломи свое упрямство и дай врагу сражение решительно сегодня навсегда с привычками дурными нещадно распрощаться соратники осудят будут наседать пугать отступничеством ересью несчастьем не опускай глаза сумей тотчас сказать что мы сказать что говорит нам Библия каноны с толпом во храме будь не отступись назад расшаркайся с грехами на земном поклоне возврата к прежнему не знать по бездорожью другим испытанное смело возвести себя зауважаешь жизнь не напрасно прожил через болото гать сумеешь намостить героев веры дух святой венчает евангельскую проповедь воздвигни на горе бог предается нами как трусостью молчанием но твой маяк над скалами один будет гореть кто не отвергнется решительно родных мешающих последовать за богом погаснет там светильник заилиться родник на ровном месте заплетутся ноги нам власть дана не в силах описать на силу вражью наступать на змея смущает первый шаг сотри испуг с лица с христовой властью выступим сомненья одолеем 3 сентября 2003 год Игнатий Лапкин тв отверстия отверстия и вода с мут 1 лапкин